Всем привет, дорогие друзья! Сегодня делаем прогноз на матч Лиги Европы. Ответная встреча Брюга-Динамо-Киев. Первый матч закончился со счетом 1-1 и сегодня я сделаю прогноз уже на ответную встречу. Если вы не видели прогноз предыдущий, который зашел на матч Киевского Динамо и обзор вообще на эту встречу, можете посмотреть по ссылке в описании, также в подсказке появится. Ну и перед началом не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, ребята, и написать свой прогноз в комментарии. Пройдет Динамо-Киев или же нет? Напишите в комментарии прямо сейчас. Ну и давайте перейдем к прогнозу. Сегодня мы не будем смотреть там личные встречи, какие-то последние матчи. Мы и так все это видели уже и смотрели на прошлом прогнозе. Еще раз пересмотрите его, да, чтобы понимать общую картину, какая команда что из себя представляет. В принципе, Киевская Динамо сыграл вот последний свой крайний матч против Дисней. Сыграл 1-1 не очень убедительно и там даже, можно сказать, повезло. Насчет Брюга они не играли в свой матч чемпионата. У них пока что там пауза вроде как. И именно поэтому у Брюга, конечно, будет больше времени подготовиться. Брюга будет выглядеть более свежее что ли. Но и по проблемам, если смотреть, нет вроде как травмы. У Динамо, слава богу, никто не травмировался за этот промежуток времени. Вот. Насчет состава. Ну, здесь говорить о том, что Киевская Динамо спокойненько сейчас выйдет, забьет парочку мячей и все будет хорошо, конечно, сложно об этом говорить. Но Брюга, ребята, это та команда, которая дома забивает очень много голов Бельгии. Да, когда попадается серьезный соперник, они могут слить спокойненько. Но более равные соперники, когда играют против Брюга, Брюга очень любит доминировать и, конечно, очень много забивать. Но и пропускают они немало, ребята. Не в каждом матче практически пропускают. Даже со средними командами в Бельгии они все равно от них пропускают. Поэтому не все идеально в обороне. Но и в Динамо есть проблемы, как мы видели при стандартах, при вот этих больших форвардах. Когда есть в соперниках очень большой форвард по типу Будковского, мы видим, что у Динамо есть какой-то, я не знаю, боязнь какая-то что ли. Но Бас-Дост это практически то же самое, что Будковский. Очень большой форвард, который играет хорошо головой. И, конечно, нам нужно его закрыть. В первом матче это получилось. То есть Бас-Дост практически ничего не создал. Даже ничего не создал Брюга. Молодцы, насчет этого поработали. В первом матче там Попов все очень круто играл. И, в принципе, оборона понравилась. Но был единственный момент, да, когда при стандарте вратарь. Ну, мы видели, все это разбирали. Когда Бущан ошибся и Динамо тогда пропустила. И матч закончился со счетом 1-1. Конечно же, выездная встреча для Брюга закончилась удачно и положительно. То есть гол на выезде есть. И Брюга по факту сейчас может выйти и отбиться со счетом 0-0. Но мне кажется, такого не будет. Мне кажется, здесь голы будут, ребята. Будут забивать все. Будет забивать и Брюга. И, надеюсь, Динамо, если все будет хорошо в атаке. Вот Цыганков пока что не очень уверенно играет, честно говоря, в атаке. Мне не очень понравились его последние матчи. И, конечно, да, он там вырвал с пенальти. Но это пенальти. Нужно вырывать с таких эпизодов, где от тебя никто ничего не ожидает. Когда у Динамо сейчас все равно нет забивного форварда. То есть Беседин забил только в первом своем матче дебютном. После этого две встречи без голов. Тот же Супряга не забивает, да? Который выходит на замены. Ну, короче говоря, мы видим. Сейчас с результативностью у Динамо есть большие проблемы. При игре в обороне, в принципе, все пока нравится. Я считаю, Динамо довольно хорошо играет в обороне. Но, опять-таки, стандарты, да? На которых нужно делать акцент в этом матче. В связи с этим я хочу сделать прогноз на эту игру, ребята. Все-таки не на проход той или иной команды. А сделать на тотал. Но тотал индивидуальный. Я хочу сделать прогноз, ребята, на индивидуальный тотал киевского Динамо больше одного. Я думаю, что Динамо сможет забить как минимум один в этой встрече. А то и два. Потому что матч будет максимально открытый, как минимум, во втором тайме. Если еще и кто-то в первом забьет, то по-любому игра понесется. Да еще, если и Динамо забьет, то Брюга по-любому будет отвечать. То есть, там будет, мне кажется, рубка и голы будут. Поэтому можно поставить коэффициент хороший. Двоечка, удвоить свой выигрыш. Пишите свои прогнозы в комментарии. Но хочу еще сказать то, что мы по-любому будем болеть за киевское Динамо. Как бы мы там. И букмекеры, конечно, дают сейчас предпочтение Брюга. Потому что Брюга фаворит. 2.2 примерно дают коэффициенты на Брюга на победу. На Динамо 3.5. То есть, Динамо практически не верят. Буки, да. И фаворит именно Брюга считается. Ну, понятно, они сейчас более стабильно, что ли, играют. И более готовы, наверное, к этой встрече, чем киевское Динамо. Но фактор Луческу. Фактор того, что киевское Динамо, в принципе, та команда, которая может удивить. Это да. Это я надеюсь, что это случится. И Динамо сможет пройти. Возможно, будет ничья 2-2. Возможно, даже Динамо и проиграет. И не пройдет. Всякое может быть, ребят. Но мы будем все равно болеть за Динамо Киев. Напишите в комментарии, будете ли вы поддерживать киевскую команду или нет. Я лично буду. Заходите на стримы. Будем поддерживать вместе. В четверг. Ответная игра, ребят. Заходите. Поддержим киевское Динамо. Ну и на этом все. Прогноз вот такой коротенький. Только на один матч. Почему я на матч Шахтера не делал прогноз? Да потому, что там, в принципе, все решено. Я думаю, Шахтер не упустит вот такую победу. Тем более, дома играть. То есть, Шахтер там можно, в принципе... Я не думаю, что будет много голов все равно. Но Шахта выиграет. Я думаю, там прогнозов давать точно не нужно. А вот здесь киевскую команду нужно поддержать. И посмотрим уже, что все-таки решится в Бельгии в четверг. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч.